Спасибо. Да, спасибо. Всем привет, я Бобеб, и сегодня, если вы поняли по названию видео и по обложке, то я перерисовываю арты своих подписчиков из телеграм-канала. Если вы хотите попасть в следующую часть, ну, если вам это зайдёт, то подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании. Что ж, не будем медленно идти, начнём. Первая работа у нас от человека с ником Джемик. Я знаю этого персонажа, ибо я номер один фанат Джима. Да, именно так его зовут. Перерисовывать этот арт мне было на деле самое то. Мне понравился рисунок автора и идея на нём. Мне было сложновато перерисовывать чёлку, хотя на скетч у меня вроде получилось. Цвета я тоже еле как взяла, потому что там всё было затемнено, но это не дало мне осложнений. В принципе, цвета приятные, персонажу подходят и сочетаются между собой. А также я поменяла нож, ибо этот кухонный, ну, не то что, мне кажется, подходит. А также я не поняла, что у него на кофте, поэтому, чтобы не ставить себя, да и потом автора в заблуждение, я просто убрала эту полосочку. Я не до конца поняла, что у него на щеке, но, по всей видимости, это царапин, из которой идёт джем. Но, по всей видимости, это он, потому что на других частях арта тоже присутствует. Если я правильно поняла, и сзади плащ, что спереди он свисает. Возможно. Я не поняла, часть кофты это или часть плаща сзади, но всё-таки думаю, что всё-таки это и есть плащ. В принципе, мне кажется, что вышло схоже, но я буду рада узнать и ваше мнение, поэтому пишите, я всё читаю. Но мы переходим к следующему рисунку. Следующая работа у нас от человека с ником Дип-Дип. Я не до конца понимаю, девушка это или парень на рисунке, но, по-моему, всё-таки девушка. Я не стала добавлять грудь или что-то там в этом роде, ибо на рисунке её тоже нет. Я не особо умею рисовать сидячие позы, но мне это показалось вполне простой. Мне нравится прическа и этот хвостик на голове. Одежда тоже приятно рисуется, вроде как несложная. Мне очень понравился букетик на рисунке от автора. Он такой миленький и мне напомнил Undertale. Я, честно, не знаю почему, может быть потому, что там есть жёлтые цветочки. Единственное, что меня смутило на персонажа, так это шарф. Я не умею их рисовать, а тут особенно он большой. Ну, вроде как у меня получилось всё-таки его нарисовать. Что же я могу сказать о покрасе? Мне, честно, не нравится, как я раскрасила волосы. Ну, что это вообще? И только под конец пидпейнта, точнее уже законченного, я заметила, что я брала ей перчатки. Извините меня, пожалуйста, я действительно не заметила, как не нарисовала их. Это моя ошибка. Что же о фоне? Я не умею их рисовать, я ещё учусь в плане фонов. Поэтому, скажу прямо, он вышел отвратительный. У автора он более атмосферный, более красивый. А у меня какой-то картонный. Зелетний ребёнок, и то лучше нарисует. В общем-то, персонаж мне по-моему не нравится. Вот над фоном я могла бы и побольше попотеть. Ну, что вышло, то вышло. И в принципе персонаж схож. А вот фон оставляет желать лучшего. Следующая работа у нас от человека с ником Dream. Насколько я помню, когда был пост с этим рисунком, это был гифт кому-то. То есть, по факту, я тоже кому-то его сделала. Мне понравилось рисовать этот рисунок. Он вполне простой, персонаж тоже. Фона тут как такового нету. В общем, прям меня обрадовало. Ну, кроме луны, я её тоже как-то убого нарисовала. Кстати, о покрасе. Я его сменила с прошлого рисунка, и тут я им полностью довольна. Мне очень нравится покрас кожи, покрас волос, и отчасти одежды, хотя она мне меньше всех зашла. Спасибо за такой задник. Небо с звёздочками луна, которые я тоже споганила, в конце концов. Мне очень нравится именно эта работа. Нет, реально, запомните её. За всё видео она будет лучшей. Конечно, у Dream вышло ещё прекраснее, до него руки растут с правильной... А, не важно. Мне, в общем-то, нравится. Наверное, одно из единственных, что мне не получилось передать, так это дым от сигареты. Я как-то не сильно видно его сделала. А вот и четвёртая работа. Она от автора Миродиск. Именно её работа мне очень нравится. Она выглядит атмосферной, милой, и идея сама очень даже интересная. Что же, мои перерисовки? Я не то, чтобы умею рисовать чибиков, поэтому эта работа мне, к сожалению, нравится меньше всего. Но так или иначе, я ей довольна. Она вполне вышла схожа. Я знаю, что это авторский персонаж, поэтому я пошла искать его, дабы мне всё-таки было поудобнее срисовывать. Тут опять фон, который я тоже не очень передала в своей работе, но этот вышел всё-таки лучше, чем в прошлой. Ну, мне так кажется. Покрас вполне мне тоже не составил труда. Всё отлично. Кстати, о медведе, которого я не нарисовала. Он будет. Просто я заметила его уже прямо в конце работы, поэтому он и будет добавлен в конце. Единственное, наверное, что мне доставило труда в покрасе, так это светотень. Я хотела передать её, но что-то не вышло. Поэтому я в конце концов убрала её и всё так же пытаюсь учить её. Вот что-то такое в итоге у меня вышло. Вот так плавно мы и подошли к концу. Этот рисунок от автора... Я не знаю, как это произносить, поэтому вот автор. Сразу взглянув на рисунок, я подумала, что, скорее всего, на нём изображён либо автор, либо, возможно, другой человек. Я не знаю, с чего я так подумала, но просто это очень похоже на портрет. А также первое, что попало на моё зрение, это футболка. Я сразу поняла, что, скорее всего, рисунок на ней не рисовался сам, поэтому я пошла искать его в интернете. Ну, ибо я не то, чтобы смогу нарисовать такой же. Я нашла их. Что же могу сказать сама о работе? Спасибо за несложный задник и за такую интересную работу. Ибо мне было интересно рисовать тот же крест или те же особенности на коже. Покрасно мне довольно, как и целая работа в принципе. Мне было несложно и приятно рисовать. Автору спасибо за некоторые маленькие детали. Тот же крест, тот же браслет, те же очки. Спасибо. Я люблю рисовать аксессуары. А вот и результат. Вот так мы подошли к концу. А так как вчера было 1 сентября, я хочу поздравить вас и пожелать вам всего наилучшего в этом учебном году. Чтобы вы всё сдавали хорошо, чтобы контроль не писали отлично на пятёрке. Или на любую максимальную оценку в вашей стране. Я планирую делать видео, но навряд ли это будут челленджи с какими-то другими людьми. Если это и будут челленджи, то только с участием мной или другими моими друзьями, которые определённо могут это сделать. Потому что учёба. А также планирую делать видео куда больше, чем делала их раньше. Потому что хотя бы раз-два видео в месяц я бы хотела делать. Ну на этом всё. Подписывайтесь на мой телеграм-канал в описании. И там, может быть, будут ещё такие интерактивы. Пока-пока. Пока-пока.